Здравствуйте! Вы смотрите новости. Вначале коротко о главных темах выпуска. Обмен опытом. Администрация города представила муниципальные практики делегации из Сахалинской области. Ко дню Героев Отечества в городе стартовал чемпионат и первенство Ямала по самбо. Преступника задержали по горячим следам. В одном из магазинов совершена кража крупной суммы денег. Администрация города представила лучшие муниципальные практики делегации из Сахалинской области. Гостям из Корсаковского городского округа рассказали о том, как строится работа в различных областях жизнедеятельности нашего города. Все подробности в следующем сюжете. Это первая встреча, первый обмен опытом. Муравленко и Корсаков в чем-то схожи. Два небольших муниципалитета и у того и у другого населения чуть больше 33 тысяч человек. И в Муравленко и в Корсакове занимаются добычей полезных ископаемых. Но главные ценности для Ямала и для Сахалинской области – это люди и созданный в городах проживания комфорт. Первая муниципальная практика, с которой знакомят гостей – реализация программы «Комфортная городская среда». Андрей Лукьянов говорит о благоустройстве дворов и общественных территорий. Особо акцентирует. Все, что делается в городе Муравленко, основано на мнении жителей. Основной посыл при разработке схем заключался в том, что благоустройство должно быть комплексным. Не раз это слово звучит. Под ключ. То есть обязательно тротуары, обязательно ремонт проездов, организация мест стоянки автомобилей, расширение парковок, насколько это возможно, исходя из дворовой территории. Аналогично, говорят руководители администрации Корсакова, строится работа и у них в муниципалитете. Но проекты муравленковских общественных территорий впечатлили. Особенно сквер Ямальский. Очень мне понравился проект тематический, который вы выбрали, именно связанный с вашим регионом и с вашим городом. То есть знаковые вещи какие-то, вы их реализовали в проекте, именно маленький сквер, скажем, города Муравленко. То есть там и символы все ваши. Я сразу же подчеркнул именно эту идею, что в Корсакове тоже необходимо сделать сквер именно Корсаков. Я даже уже примерно определился, в каком это месте будет. Еще одна практика, которая впечатлила делегацию, связана с улучшением инвестиционной привлекательности города. Муравленко не первый год внедряет проекты, разработанные Российским агентством стратегических инициатив. И если на первых порах что-то казалось невозможным, сегодня успешно реализуют. Инвестиционные проекты готовы сопровождать по принципу одного окна особое внимание устранению административных барьеров. Стояла задача сократить сроки и финансовые затраты на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства. Сегодня она выполнена. Сроки сокращены на 170 дней. Как вы работаете с землями, абонентские соглашения. Я, честно говоря, удивлен. Мы даже об этом и не задумывались. Вы очень далеко ушли от нас в этом вопросе. Мы просто берем за основу этот проект и у себя его реализовываем. Еще два проекта, которые будут взяты сахалинской делегацией себе в работу, это «Во славу Отечества» и «Стартуй в стартап». Последний реализует в лицее. Его главная цель – формирование предпринимательских компетенций выпускника на платформе «Реальных практик». Рассказали сегодня гостям и о том, как реализует проект «Народный бюджет», как работает портал «Живем на севере» и как строится обратная связь с населением. Большинство практик нацелены именно на то, чтобы взаимодействовать с нашими жителями, вовлекать их в принятие решений, в жизнь города. Гости из Корсаковского городского округа поблагодарили руководителей администрации Муравленко за представленный опыт работы и пригласили с ответным визитом к себе на Сахалин. На совещании даже была озвучена идея стать Корсакову и Муравленко городами-побратимами. Светлана Грачева, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. В городе произошла кража крупной суммы денег. Преступника задержали по горячим следам. Кражу он совершил среди белого дня в здании банопрачного комбината. Похищенное имущество принадлежит фирме «Вальдберрис». Злоумышленник, проходя через вестибюль, прихватил стоявшую там коробку с вещами и поспешил к выходу. Добычей вора стала одежда, обувь и детские игрушки. Всего 40 номинований на общую сумму более 70 тысяч рублей. После того, как в дежурную часть поступило сообщение о совершенном преступлении, сотрудники полиции по горячим следам установили лицо, совершившее преступление. Оно в настоящее время задержано и похищено и частично изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158, то есть кража тайной хищения чужого имущества. Потребители электроэнергии призывают рассчитаться по долгам. В преддверии нового года компания «Газпром Энергосбыт Тюмень» объявила акцию «Дай списать». Муравленковцам предлагают оплатить всю сумму задолженности за электроэнергию до 31 декабря и пени за несвоевременную оплату будут аннулированы. Долг горожан перед энергетиками на 1 ноября составлял более 20 миллионов рублей. Из них около 6 миллионов задолжали физические лица. Злостным неплательщикам спустя 3 месяца после образования задолженности более 1000 рублей грозит отключение от подачи энергоресурса. Добавлю, что рассчитаться с долгами муравленковцам предлагает и «Ямалкоммунэнерго». Акция по списанию пени компания проведет с 11 по 29 декабря. Порадовать детей в канун Нового года может каждый. В городе продолжается благотворительная акция «Теплый день». Она призвана поддержать детей-сирот, ребят из семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья. Стать участником акции может каждый. Достаточно зайти на сайт теплыйдень.рф, отправить заявку на исполнение желания ребенка, забронировать там подарок и после приобрести его. Подарки организаторы акции собирают 16 декабря в Молодежном ресурсном центре. Ближе к 25 числам декабря будет проведена общая елка для всех детей, которые запросили подарки. Они будут отдельно упакованы, то есть будет отдельное мероприятие с аниматорами и так далее, на котором будут вручены эти подарки. Всего на сайте акции размещено 54 подарка. Дети желают получить под Новый год одежду, обувь и игрушки. 25 позиций еще остаются свободными. Жителям Муравленко доступны 20 федеральных каналов в отличном качестве. На Ямале запустили оборудование для тестовой трансляции второго мультиплекса. Для приема 20 телеканалов в отличном цифровом качестве и трех радиостанций нужно перенастроить оборудование. Специалисты советуют выполнить повторный поиск каналов. Напомню, для приема цифрового сигнала может понадобиться приобретение специальной приставки. Малоимущим муравленковцам затраты на ее покупку возместят в Управлении социальной защиты населения. Подтверждающие покупку документы нужно предоставить до 21 декабря. В Муравленко съехались сильнейшие самбисты Ямала, Ханты-Мансийского округа, Тюменска и Сахалинской областей. В городе стартовал окружной чемпионат по самбо. Он приурочен ко Дню Героев Отечества и памяти сотрудников ФСБ, погибших при освобождении заложников в городе Беслан. Первенство продлится два дня. Соперники у муравленковских самбистов более чем достойны. В наш город приехали сборные из восьми городов. Это Тюмень, Сургут, Коголым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пурпе и Таркасале, а также город Корсаков. Естественно, мы всегда боремся только за первое место. Но в этом году очень сильную команду привезли из города Коголым. Они составят нам очень большую конкуренцию. Даже если мы уступим в упорной красивой борьбе, я думаю, ничего страшного. Надо делать анализ своих каких-то определенных ошибок. И без поражений нет побед. Поэтому, возможно, если мы сегодня не займем первое место, это будет даже лучшим результатом, если мы выиграем. В первый день состязаний за место на пьедестале почета боролись самбисты в легком весе. В субботу на ковер выйдут тяжеловесы. О ходе соревнований, борьбе и победителях расскажем в специальном репортаже 10 декабря. 9 декабря – День Героев Отечества. В эту памятную дату участвуют тех, кто в разное время, мирное и военное, проявил смелость и отвагу, показав яркий пример мужества и героизма. О героях нашего времени расскажет Ирина Бугри. Капитан полиции Андрей Синьков 16 лет служит в Муравленковском отделе вне ведомственной охраны. Среди множества ведомственных наград, украшающих его грудь, есть одна особенная – боевая медаль за отвагу. В разных командировках, какие задачи были поставлены, те выполняли. За это и был награжден государственной наградой медаль за отвагу. За плечами капитана полиции семь командировок на территорию Северного Кавказа в составе Брянского ОМОНа. Участие в контртеррористических операциях сам себя Андрей Синьков героем не считает. Говорит, что поступал как настоящий мужчина. Воспитывались мы по-другому, может быть, в Советском Союзе. Настоящий мужчина должен был пройти армию. Без армии не считался настоящий мужчина. Девчонки уважали только тех, кто отслужит в армии. Денису Цыганок также пришлось принять участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Пройдя военную подготовку, овладел специальностью боевого разведчика. И в составе войск спецназа был направлен охранять административную границу между Чечнёй и Дагестаном. За проявленные мужество, стойкость и смелость Денис Цыганок награжден орденом за мужество. Я отходил с ранеными. БТР раненых полный у меня был. Там и мотострелковые войска были. Там разные войска, на самом деле, много стояло. Выводил БТР с ранеными, за что и был удостоен награды потом в дальнейшем. Сегодня Денис снова несет службу в Муравленковском отделе вневедомственной охраны войск Росгвардии. Как и его коллеги считают, что и в мирное время есть место геройским поступкам. Герой Отечества на самом деле может стать любой человек. Может быть любой человек. Человек, которому, наверное, должны другие люди сказать огромное спасибо за что-то, за то, что он совершит подвиг, какое-то дело. День Героев Отечества призван объединить историю воинских подвигов. Героев было принято почитать всегда. Они вершат свои подвиги во благо народа и страны, независимо, на войне или в мирное время. Ирина Бугрим, Ольга Черна, Антон Иванов, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко. В Многопрофильном колледже прошел урок мужества, приуроченный ко Дню Героев Отечества. Участники встречи вспомнили об истории праздника, о людях, которые совершили героические подвиги в истории российского государства. Празднование Дня Героев – это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих героев. Урок мужества для студентов организовали в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». Дан старт новому формату общения, именно общения с первокурсниками колледжа, данные проекты популяризируют патриотизм, чувство гордости, знание истории. Потому что если нет прошлого, у народа и не будет будущего. Шестая пожарная часть Муравленка в числе лучших на Ямале. По итогам регионального этапа 10-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» муравленковские огнеборцы заняли второе почетное место. Все подробности в сюжете Инна Юшиной. При определении победителей конкурса жюри учитывала целый комплекс показателей. От организации охраны труда, учебной и боевой работы до состояния материально-технической базы. У нас имеются также основные пожарные автомобили сверхштатной численности и находятся в консервации. В случае необходимости по приказу высшестоящего руководства возможно выведение данной техники с консервации и постановки ее в боевой расчет. Поскольку та техника, которая находится в консервации, она полностью технически исправная. Спецтранспорт части постоянно обновляется. Так, три года назад поступил автомобиль марки Ивека. Он оснащен по последнему слову техники. С помощью планшета водитель может, не выходя из кабины, управлять всеми механизмами. Машина оборудована дополнительным спасательным, гидравлическим и осветительным оборудованием. Кстати, технику, спасательное оборудование, средства индивидуальной защиты ремонтируют здесь же. Для этого в шестой пожарно-спасательной части есть все необходимое. Если повредилась соединительная полугайка, появилась трещина, либо появился свитч вблизи полугайки, то, соответственно, ее нужно заменить. И вот с помощью этого станка мы заменяем. Сложная и опасная работа требует от сотрудников постоянно находиться в хорошей физической форме. Шестая пожарно-спасательная часть – неоднократный победитель и призер окружных и региональных спортивных соревнований. Юрий Волобой в спорту уделяет особое внимание. С 2005 года он увлекается пауэрлифтингом. У нас на работе есть физчас, усовершенствую свою профессиональную подготовку, физическую подготовку. И также я дополнительно занимаюсь пауэрлифтингом. Большой плюс мне в работе, развиваюсь больше физически и выносливость вырабатываю больше. С каждым годом требования к претендентам на призовые места Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» ужесточаются. Это отличный стимул для совершенствования. Наше подразделение по округу заняло второе место. Я считаю, что это хороший результат. Ну, естественно, есть к чему стремиться. В следующем году будем стараться достигнуть показателей первого места. Инна Юшина, Антон Иванов, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко. Специалисты Роспотребнадзора расскажут, как выбрать новогодние подарки детям. В преддверии новогодних праздников ведомство запустило горячую линию. Муравленковцы могут обратиться по телефонам в Салихарде или ноябрьске по будням. В выходные и праздничные дни работает телефон бесплатной федеральной горячей линии. Эксперты готовы проконсультировать покупателей по вопросам качества и безопасности детских товаров, одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники и многом другом. Горячая линия будет работать до 21 декабря. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко24.ру. Всего вам самого доброго. Музыка. 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 Музыка.